Вертолеты для пограничников, гуманитарная помощь на Донбассе и реабилитация диких животных. Об этом не только пойдет речь в выпуске новостей на UATV. В студии работает Артем Бибик. Здравствуйте! В течение получаса украинских военных у Новолуганского обстреливали оккупационные войска. Применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы Объединенных Сил ответный огонь не открывали. Тем временем оккупационное командование пытается имитировать режим тишины, создав так называемые группы контроля. В подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям, так называемого дружественного огня. Упомянутые группы контроля такие случаи учитывают как обстрелы со стороны Объединенных Сил. Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет в ответ на якобы нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных Сил. С новыми силами после ремонта на охрану морских границ Украины вышли 9 боевых кораблей и 7 катеров. На предприятиях Измаила, Николаева, Одессы и Мариуполя им восстановили корпуса, двигатели, техническое оснащение и вооружение. Флагман морской охраны Украины Григорий Куропятников и еще три корабля провели совместные маневры, отработали слаженность экипажей после перерыва на ремонт, также суда проверили учебные стрельбы. Новая техника у пограничников. Госпогранслужба Украины получила два новых вертолета. Машины прибыли из Франции. Согласно договоренностям между МВД и компанией-производителем Airbus Helicopters, поступление летательных аппаратов осуществлено в рамках создания системы авиабезопасности и защиты. Ее пополнят 55 единицами техники. Из них Госпогранслужба получит 24 вертолета. Модель H-125 считается лучшей в своем классе. Машина может использоваться для пожаротушения, спасательных операций, подъема грузов, десантирования и геологоразведки. В 2005 году этот вертолет побил мировой рекорд, выполнив взлет и посадку на Эвересте на высоте 8850 метров. Рекорд не побит до сих пор. Этот вертолет очень экономичный. Если его сравнить с аналогом Ми-8, то новые вертолеты в 4-5 раз расходуют меньше топлива. То есть мы сможем оперативнее реагировать на изменения ситуации на границе. Он будет использоваться на сухопутных участках и для контроля в морской зоне Украины. Госпогранслужба получит 24 таких машины. В разной комплектации, но такой модели. Туристический поезд «Восточный экспресс» сошел с рельсов в Анкаре. В салоне пассажиров не было, они вышли на станции, а поезд отправился на техническое обслуживание. Локомотив и вагон-генератор сошли с рельсов по неизвестным причинам. Никто не пострадал. На данный момент ведется расследование инцидента. Гуманитарную помощь на сумму почти 190 тысяч гривен – это около 8 тысяч долларов – доставили в прифронтовую больницу Попаснянского района на Донбассе. В рамках проекта «Помощь Восток» привезли самое необходимое – наборы для операций и лечения ожогов. Цель этой инициативы – предоставление разноплановой помощи населению в районе боевых действий. Это очень полезные вещи, которые помогут и врачам, и пациентам. Одноразовые наборы для проведения хирургических операций, наборы для лечения ожогов. Мы, военные, знаем, что нужно и как это сделать. Наш проект не заменяет работу администрации, органов власти и учреждений. Но мы помогаем решить проблемы быстро и эффективно. Картины и украшения вышивает бисером участник боевых действий на Донбассе Владислав Кураленко. Увлекся рукоделием после демобилизации. Хобби стало семейным бизнесом. Теперь свои изделия продают за границу. Знакомились с ткачом корреспонденты ЮЭй ТВ. Бусина за бусиной. Так рождаются изделия Владислава Кураленко. Похожие на произведения искусства. Многие используют пяльцы. Мы сейчас приспособились. Мы этими самыми бендерами прикалываем. После возвращения с войны на Донбассе мужчина не смог найти работу. По профессии он маркетолог. На прежнюю. Менеджером в торговом предприятии не взяли. А больше, признается Владислав, делать ничего не умеет. Тогда решил приобщиться к творчеству. Выучил швейную терминологию. В один прекрасный момент я говорю, Яна, а покажи, как это делается. Ну, как бы, не поймешь, что не получится. Это ты псих, у тебя тут все будет летать. Да, летала. Первые там две недели летала. Действительно, тут и нитка путается, и психуешь все. А, елки-палки, все, не хочу, не буду. Но преодолевал трудности, чтобы увидеть конечный результат. Так вышел несколько картин. Вот это на аукционе было продано в помощь армии. Когда работы бывшего добровольца увидели друзья, предложили ему хобби превратить в семейный бизнес. Это как бы пользуется спросом. Почему бы и нет? Ну, как-то так даже не рассматривали данный вариант. Ну, давай попробую. Начали вышивать бисером одежду, сумки и даже елочные игрушки. Спрос появился не только в Украине, но и за ее пределами. За границу продают 90% изделий. Где-то уже с осени 15-го это уже такой бизнес, ну, как бизнес, ну, такой для поддержки, что ну, да. И оно пошло, пошло, пошло. И сейчас это уже действительно как бы полноценный семейный бизнес. Владислав и его супруга работают дома. Ну, свои 8-10 часов я вот тут как бы просижу. За процессом наблюдает дочь Камила. Говорит, папе, как мужчине, иногда бывает сложно, но он не сдается. Как иногда бывает, у него запутаются нитки, он вопит. Но все получилось в хобби, которое переросло в самую огромную мастерскую. Это, возможно, не мужское. Возможно, как бы это вот какой-то нонсенс, да, как бы. Но в то же время я не хожу по волонтерам, не выпрашиваю какую-то гуманитарку. Я не сижу под мэрией там в дверях и клянчу какие-то там преференции себе. Больше всего Владиславу нравится вышивать картины с патриотической символикой. Средства от их продажи отдает на благотворительность. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро, ЮАИ-ТВ. Пара полярных волков адаптируется в Винницком зоопарке. Их привезли из Бердянского зверинца. Обитатели лесов Аляски украинскую зиму переносят спокойно. Чтобы хищники быстрее привыкли к новому месту, работники угощают их мясом курицы и говядины. Весной переселят в просторный вольер. Посмотреть на диких животных приходят как местные, так и гости города. Я думаю, что в будущем мы им создадим максимально приятные условия для их проживания и размножения. И они от нас будут разъезжаться по всем зоопаркам. Реабилитационный центр для диких животных работает в Хмельницком. Больше сотни травоядных и хищников миролюбиво живут на небольшой территории. Все попали туда по вине браконьеров и охотников. Подробнее расскажут корреспонденты ЮАИ-ТВ. Давай. Пятилетняя Даша целует своего спасителя. Два года назад цирковую медведицу должны были усыпить, но мужчина забрал ее в реабилитационный центр для диких животных. Мы за ними ухаживаем и, по возможности, потом возвращаем в дикую природу. Здесь живет сотня травоядных и хищников. Есть животные, занесенные в Красную книгу. У каждого своя история. Вот этих молодых оленят привезли из местного леса. Охотники застрелили их родителей. Это пятнистый олень. Он один из краснокнижных, которые на грани вымирания. Маленькими привезли совсем. Они не могли сами есть. Мы их молоком выкармливали. Этого волка ветеринары сшивали буквально по частям. Самого животного не было видно. Я тогда наложил около 300 швул. На этого волчонка притравливали охотничьих собак. Практически шкура была отпрепарирована. Но я не давал никаких шансов на то, что он выживет. Сейчас это красивый, матерый волк. Нашли приют здесь и дикие птицы. Таких черных аистов в мире осталось всего несколько тысяч. А эта пара африканских львов недавно стала рекордсменами порождаемости. За четыре года пять раз приводили львя. Центр не только спасает животных, но и активно они в реабилитационном центре размножаются. Чем не может похвастаться, вернее, может похвастаться не каждый зоопарк. Чтобы всем животным хватило места, центр расширят. Уже наконец-то за пять лет, что я начал добиваться, добился большую территорию, 10 гектаров земли этого в лесу. И вот будем делать сейчас уже на 50 лет подписанный договор, все. И будем делать, и там уже, скажем, будут животные находиться. Вход на территорию реабилитационного центра бесплатный. Он существует за благотворительные средства. Помочь животным может каждый желающий. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Хмельницкий, UATV. Почти 400 тысяч детей родились в мире в первый день января. Больше всего новых жителей появились на свет в странах Азии. В лидерах Индия. В первый день Нового года там родилось более 67 тысяч детей. Далее идут Китай, Нигерия, Пакистан, Индонезия, США, Демократическая республика Конго и Эфиопия. Это все, что успеваем рассказать на эту минуту. Больше новостей ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через 2 часа в 17 часов по Киеву. Не переключайте UATV. Субтитры создавал DimaTorzok